Числа от 1 до 20 выписать, чтобы каждая пара состояла из чётного и нечётного числа. И каждый такой паре, кроме одной, нечётное число было больше, чем чётное. Что такое чётное? Все помнят? Да. 24, 6, 25. Что такое нечётное? 1, 3, 5, 7, 12. Требуются наши числа от 1 до 20, повторяю, разбить на пары таким образом, чтобы в каждой паре, кроме одной, нечётное число было больше, чем чётное. Пара чисел, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, здесь чётное меньше, согласны, да? Чётное меньше, чётное меньше. 1, 10. Опа! А это разные решения, в сосне. Как это? А это два раза человека писали. Можно это писали два раза человека, но у этого чисел не хватает. И что? Тут так будет продумать. Нет, просили от 2 до 20. То, что на основе этого можно сделать решение правдой, но это решение не является. Так, теперь смотрим сюда. Ну, а здесь раз, 24, 5, 6, 7, пары тоже чисел не хватает. Безобразие. Так, здесь. Или это, где человек писал? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. В нём похоже на решение. 19, 18, 17, 16, так, раз, 24, 6, 7, 8. Слушайте, а решение? Вот эти два столбика, это действительно решение. Согласны? Смотрите, в чём идея. 1, 20. Если подумать, то абсолютно разумно, что именно такая пара возникла. Почему? Потому что вы хотите, чтобы в каждой паре чётное число было бы меньше нечётного. Правильно? Но 20 не может быть маленьким. Значит, обязательно в особую пару число 20 должно войти. То же самое. Вы хотите, чтобы нечётное было большим, значит, никуда не денешься. Единицу никуда в нормальную пару не поставишь. Значит, нам приходится иметь особую пару 1, 20. Давайте, я попытаюсь объяснить, как можно было догадаться до этого решения. Значит, итак, 1, 20 обязательно должна быть, потому что 20 не может быть маленьким числом. Потому что 20 больше всех, да? И наоборот, 1 не может быть большим числом ни в какой паре. Отлично. Теперь думаем, какие у нас числа остались после того, как вы выделили 1, 20. Остались у нас числа от 2 до 19. Замечательно. Но как можно было догадаться до вот этого решения? У меня получилась особая пара 1, 20. Я объясню только что, что без этой особой пары невозможно ситуация работать. А теперь у меня остались числа от 2 до 19. Я напоминаю, как их надо расставить, чтобы в каждой паре нечетное число было больше, чем четное. Господа, я утверждаю, что на самом деле расстановка единственная. Кто объяснит почему? Потому что вторая остановка просто невозможна. Или шестовод, то от числа... Рассмотрим число 18. Вот, это правильно. Рассмотрим число 18. Господа, какое нечетное число из наших больше, чем 18? 19. Единственное. Значит, я обязану написать 19 больше, чем 18. Хорошо? Да. Эту пару утвердили. Потом 16. Я смотрю на число 16 и говорю, что из оставшихся больше его только 17. А в следующем? 14. 14. А 14 что? 15. 19. Ну и так далее. 12 и 13 и так далее. До конца мне будет 3 больше, чем.